Ну, во-первых, да, Украина все еще важная тема, но уже далеко не первая степень важности. Объяснимо почему. Потому что Украина начинает утомлять международных партнеров в силу двух причин. Первая, потому что слишком долго это все происходит. Пять лет, а началось все с дела Тимошенко, вы помните, потом спецпредставитель Евросоюза, там, лечение Тимошенко. Они тут жили, евронаблюдатели, постоянно. Потом Майдан, потом расстрелы, потом аннексия Крыма, война на Донбассе. То есть уже пять лет не может мир держать фокус на одной точке. И, к сожалению, для того, чтобы у мира был мотив хотя бы поддерживать Украину дополнительными усилиями, Украина должна показывать прогресс в реформах. Она должна показывать новое качество, чтобы, если во время Януковича, как мы говорили, был дефицит справедливости, то сейчас, чтобы Украина стала справедливой страной. Если бы во времена Януковича была коррупция, то сейчас она исчезла. Но этого же нет, и поэтому международная верхушка, политические эксперты, политики, министры, они думают, ну, слушайте, мы пять лет занимаемся, пытаемся помочь, а там прогресс настолько слабый, что мы чувствуем себя, даже мы чувствуем себя обманутыми, европейцы. Мы тратим время, повторюсь, время важнее, чем деньги в современном мире. Мы тратим наше время, а там очень слабый прогресс. Поэтому начинают они искать другие темы. Поэтому Украина постепенно уходит на второстепенный план во время Мюнхена, Давоса и так дальше. Во-вторых, наступает усталость от коррупции на самом высшем уровне. И это отражается на отношении к президенту. Если вы посмотрите, я не знаю, были у вас кадры или нет, потому что я был в Мюнхене, президент выступал в пустом зале. Были. Президент выступал в пустом зале, и это печальный привод. После этого случая, скажу так, Сергей, тут вопросы, просто мнения экспертные разделились. Да, вы продолжите непременно, просто я уточню. Тут вопрос в том, что усталость наблюдается к украинскому вопросу и к вопросам нашей страны, или конкретно к президенту. Вот этот пустой зал, он о чем говорит, о чем свидетель. Вы знаете, что в Албании происходит? Вы вряд ли знаете, что происходит в Албании, потому что Албания далеко. И президент Албании, и Албания для нас одно и то же. Точно так же и мировые эксперты. Украина и президент Украины в подавляющем большинстве случаев они уже срослись в одно целое. Поэтому, к сожалению, имея коррумпированную власть, сложно рассчитывать на позитивное отношение ко всей стране. Потому что основная масса людей, которые принимают решения в мире, они не вникают. Порошенко это или это он хочет, а другие мешают. В них образ появляется страны, которая пять лет топчется на месте, теряет время, и их время в том числе. Еще есть такое политическое выражение «failed state». Вот Украина за шаг до того, чтобы ее все признали «failed state». Уже миротворческий контингент мы вводим сюда. Ну такая, как бы, знаете, Либерия какая-то. Постепенно такой сценарий вырисовывается. Ну, кстати, в Либерии президента футболиста избрали, очень известного Джорджа В.А. И большие надежды теперь с ним связывают, что, наконец, спустя столько времени противостояния будет реформа. Так вот, в Украине тоже, знаете, ну постепенно уже начинают думать, ну что вообще происходит? Я думаю, вы скажете, тоже хотят избрать спортсмена. Нет, я хочу сказать, что, ну, надежда есть в Африке. У нас хотят, кое-кто хочет и музыканта, и спеца, и юмориста. Африка, на самом деле мы смеемся, некоторые страны Африки показывают такие темпы роста, что мы будем уже скоро не за Польшей гнаться или Румынией, а уже за Африкой. Потому что, да, и деньги с Китая идут, там и реформы антикоррупционные, суд создают в Уганде антикоррупционные, и в Нигерии борьба, и отстранили президента коррупционера в ЮАР, и в Зимбабве убрали Мугабе спустя столько лет. То есть, на самом деле, там сейчас происходят тоже изменения. Поэтому в этом мире, который очень быстро меняется, нужно не отставать от этих, знаете, тенденций, потому что мы просто отойдем на третьестепенные роли. Я вернусь к вопросу по поводу отношения к Украине и Минске. Да, всех утомила эта неопределенность, и как один из вариантов возникла идея, давайте направим миротворцев, причем из стран, которые будут как бы нейтральны. Бразилия, Швеция, а Швеция не является членом НАТО, и Беларусь. Вот как бы три контингента должны там появиться. Но это, на первый взгляд, симпатичная идея, имеет в себе несколько слабых мест. Первое слабое место это то, что решение о направлении миротворцев будет принимать Совет Безопасности ООН, в котором у России право вето, которое может остановить любое решение. То есть, априори, Путин не позволит принять то решение, которое будет ему невыгодно. Это первое слабое место. А второе слабое место это в алгоритме размещения миротворцев. У меня есть, скажем, свои люди, знакомые в немецкой делегации, которая сопровождает минский процесс, и мы с ними в Минфине это в деталях обсуждали. Путин отказывается отдавать контроль над границей между Украиной и Россией до тех пор, пока не будут проведены выборы. И говорит, это минская договоренность. Порошенко поставил подпись там, или его представитель поставил подпись, выполняйте, только потом отдадим контроль над границей. На что немцы, как наши союзники говорят, тогда мы предлагаем, отдайте контроль над границей хотя бы не Порошенко, не Украине, а нашей миротворческой миссии. Если будут стоять миротворцы на границе между Украиной и Россией, это не противоречит Минску. Ну, со стороны России пока позитивной реакции нет. А в данном случае, я повторюсь, без добра России будет вето соответствующий подпись. Сергей, ну а почему тогда не захотели представить...